Приветствую вас. В первую очередь нужно отметить, что вами ведется речь про аутоагрессию, то есть вот то, что вы описываете, это аутоагрессия, то есть агрессия направленная на себя. Это некая неопроагированная, неубереженная энергия, некая неопроагированная, не выраженная вами, а выражительные механизмы, которые вот на данный момент мешают вам чувствовать себя. Ну позитивно, скажем так. Чувствовать себя хорошо, скажем так. Вот. Значит, у агрессии, вот, ну, в частности, да, есть свои причины, ну вот, причин достаточно много, то есть это, значит, ну, это может быть число вины, это может быть некая еще проблематика, например, там, число такое вот, можно назвать это число стыда, да, вот, то есть число стыда может быть. Причина агрессии, ну, может быть, и другие причины, например, повторение, повторение вами какой-то модели, поведение модели, отношение к вам. Ваших родителей, например, если они, ну, если они как-то вот вели себя с вами по-другому образом, то есть, если они как-то вели себя с вами, и если они, ну, такие вот посылы вам несли. Вот. То есть, посылы вот именно с такого плана, что вы там не очень хорошие, что вы, там, должны себя наказывать, да, то есть, агрессор это наказание. Значит, как-то вы себя оцениваете, ну, наверное, негативно. И здесь нужно смотреть, собственно, на первопричину, на первопричину негатива. С чем связано тут? Ну, природа, например, того, что вы делаете. Это если вы считаете, что то, что вы делаете, это, там, плохо, к примеру, и что-то, что вообще, чего-то, чего-то. Вообще быть у вас не должно, например, да? То откуда вы это взяли? Тут позиция. Откуда взяла? Вот. Ну, это очень важный момент. Весьма важный момент. Ну, и, э-э-э, что примерно вот в таком духе нужно исследовать, чтобы понять, э-э, природу ваших переживаний. Что касается, э-э, навешиваний. Что касается навешиваний. Что касается навешиваний. То, вот, здесь плавка следующее. Важна степень. Важна интенсивность ваших, э-э, навешивых мыслей. Ну, вот. Того, что вы называете навязивыми мыслями. Чтобы. Понять. Может ли вам помочь психотерапия? Потому что вполне может быть, что, что именно психотерапия вам не очень, э-э, поможет не очень эффективно. Вполне может быть, что именно психотерапия вам, э-э, ну, будет встречать некое такое вот, может быть, может быть, сопротивление какое-то, да? Вот. Такие могут быть моменты. Такими могут быть моменты. Вот. Не очень. Э-э, хорошими, да, не очень эффективными в данном случае. И соответственно этого, конечно, желательно было бы избежать, чтобы, э-э, чтобы максимально эффективно. И, э-э, чтобы вы подумали, что есть свои сложности, свои трудности, свои проблемы. Ага. Это важно. Избавляться, именно избавляться от навязчивых идей, от навязчивых мыслей не нужно именно избавляться, потому что навязчивые мысли в принципе это определенные ваши желания, определенные ваши потребности, которые вы не слушаете, которые вы не прислушиваете к сожалению и которые вот такие немножко странным образом дают о себе знать, даже если вам этого не хочется, даже если вы этого не хотите. Так что избавляться от навязчивых мыслей не стоит. Вот раскрыть их, посмотреть на то, с чем они сказаны. Посмотреть на то, что за ними стоит, может это куда более эффективно. С точки зрения чисто вот вашей, это может выглядеть как, знаете, такая попытка получить некую, ну может быть некую определенность в своей жизни. То есть может быть специально сделать то, к примеру, за что вы себя ругали бы, за что вы себя наказывали бы, чтобы почувствовать некую определенность, некую такую уверенность, может быть, в собственных силах. Некую уверенность, некую определенность, в том в том, что вы ощущаете. И в общем-то это то есть Meetham michij э-э-э-ээ-ээ.. достаточно важный момент, потому что он этот момент. Ну вот, является тем, что может вас как раз таки мотивировать на определенные действия. Специально, чтобы себя наказывать. Хотя, вы можете это, в принципе, даже описать. Вот. Ну, опрос. Таким образом, нужно выяснять. Нужно выяснять. Как именно вы себя ощущаете. Нужно таким образом выяснять, как именно вы приходите к тому, чтобы себя наказывать, чтобы проявлять к себе аутогрессию. Ну то, что вот вы описываете это аутогрессию. К моему большему сожалению. А если. Ситуация достаточно серьезная. Я имею ввиду, если. А, ну ваше состояние. Острое. Ну вот, то имеет смысл обратиться к врачу. Не имеет смысл обратиться к врачу-психотерапету. Для того, чтобы врач, именно врач, именно врач оказал вам помощь. Психотерапия и консультирование может быть здесь неэффективным. Поэтому, это необходимо иметь ввиду, чтобы не было каких-то недопониманий, да, чтобы не было каких-то ожиданий и так далее. Вот. То есть это крайне важный аспект. Ну вот. Непосредственно в этой ситуации. Вот примерно так я мог бы ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. То есть на дело, определите насколько, насколько, насколько это острое у вас состояние, да. То есть, насколько оно влияет на вашу повседневную, повседневную жизнь. Если на повседневную жизнь влияет достаточно сильно, вот, то скорее всего нужно обратиться к врачу. Вот. Но самое главное не преследовать. Не преследовать цели избавиться от навязчивых мыслей. Именно из болезни нужно раскрыть их. Да. Раскрыть ваши мыслей можно и, ну, раскрыть и, ну, раскрыть и избавляться. Это немножко реально. Надеюсь, вы не будете с этим спортом. Ну, а вот примерно такой ответ я могу вам дать, открываясь на ту информацию, которую вы нам предоставили. Я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Я надеюсь, что вы найдете способ решить свои проблемы. И надеюсь, что все у вас будет хорошо. Правда, для этого, чтобы у вас все было хорошо, сегодня обратиться к специалистам. Либо к психологам. Это люди, в том числе, вот, как раз на этом сайте. Либо. Либо лучше к врачам. Сначала, наверное, имеют смысл обратиться к общему врачу-врачу общей практике. Либо-врачу общей практике. Сначала, наверное, на ситуацию. Вот. А вот агрессорами на себя. По-побоев, да, на себя на себя врачи. Я не думаю, что, что это то, к чему можно относиться. Не серьезно. Я думаю, что это как раз таки одно из самых серьезных, это собственное здоровье и риск его потерять. Что вы можете сделать сейчас? Что вы можете сделать на данный момент? Ну, прямо здесь сейчас. А, вот, прямо здесь сейчас. То, что вы можете сделать. Что это так? Что вы можете сделать – это, что вы может сделать. у вас, и что из себя представляет, то есть как много и что вы себе подавляете, как много и что вы себе сдерживаете, на каком основании это происходит, как это происходит, чтобы сделать. Если вы себя наказываете, то за что вы себя наказываете, конкретно. И вот эти моменты можно, ну с этих моментов можно, в принципе, начать. Вы сами можете с этих моментов для себя начать. А дальше уже, в зависимости от собственных предпочтений. Дальше уже, в зависимости от ваших собственных желаний. Дальше уже, в зависимости от возможности, от времени. Вот уже смотреть, как можно ту или иную проблему решить. Это на самом деле, как мне кажется, не сложно. Последнее, на что хотел бы обратить ваше внимание, это, наверное, на момент выгоды, вторичный выгод. Что вы могли бы получать от данной ситуации? Какой эффект? Какой результат? Могли бы вы получать от своих действий? Пусть они вам это действия считают с вами. Вредными ставят с вами. Вчастными ставят с вами. Ох, какими-то нежелательными и так далее. Ну что мы имеем фронт на выход. Вот это нужно определить. И когда и если вы для себя. Это определить. Когда и если вы для себя. Это выявить. Возможно. Возможно. Вам станет. Легче. И в это выявить. Вы поймете. Для чего оно. Это состояние. Вам нужно. И. Сможете. Скорее всего. Им управлять. Но. Есть. Конечно. Один нюанс. Без нюансов не обойтись. А именно. Нюансы заключаются в том. Что бы. Что вам. Нужно. Нужно быть. Нужно быть. Максимально. Честны. С собой. Если вы. Если вы. Не будете. Честны. С собой. Если вы. Будете. Отказываться. Принимать. Какие-то вещи. Может быть. Нелицеприятные вещи. Может быть. Некомфортные. Неудобные. Вещи. Для вас. Вот. То. В таком. Случае. Я. Думаю. Что. Если вы. Не готовы. Быть. С собой. Честны. То. Ситуация. Я боюсь. Может. Не поменяться. Все ваши усилия. В таком. Случае. Окажется. Ну. Мягко говоря. Напрасно. И. Могут. быть. Просто. Повторением. Вашего. Жизненного. Сценария. Вот. Вашего. Поэтому. Для избежания. Данного аспекта. И. Необходимо. Честность. Только. С помощью. С помощью. Честности. Можно будет. Добиться. как их применить. Как их применить. Но. В любом. Случае. Я надеюсь. Что. Меня. Вы. Услышали. Я обсталался. Донести до вас. Суть. Суть. Того. Что. Это составляет. По моему мнению. Ваши проблемы. Понятно. Что. Это мнение. Оно. Только моё. И. Ну. Другой. Специалист. Может. Считать. Немножко. По другому. По другому. Поэтому. Я бы. Конечно. Рекомендовал бы. Индивидуальную консультацию. Хотя бы. Одну. Для. Более. Полного. И. Индивидуального. Открытия. Вашей. Проблематики. Вот. Это. Как мне. Ну. Видится. Данный аспект. Что ж. Ага. Я думаю. На этом можно заканчивать уже. Я. Желаю вам удачи. Еще раз. Я. Надеюсь. Что у вас. Все. Получится. Вот. Я. Уверю. Что. Что. У вас. Все. Получится. Ну. А мы. Если. Потребуется. Вам. С радостью. Поможем. Всего вам доброго. Удачи. Удачи.